Сегодня было размещено в официальном сайте вопрос-ответ на тему АМГ. Так вот, я вижу, мне написали, что АМГ чуть ли не обязательно теперь анализ при подготовке беременности, вообще, когда идешь к врачу. Вы знаете, это банально выкачание денег, банально выкачание денег. Во-первых, у нас нет реально достоверных данных, что такое АМГ в плане как раз... Да, мы знаем, что это антимюргормон, и он вырабатывается в фолликулах яичников, но у нас нет четких представлений, какие размеры фолликула вырабатывает АМГ. И насколько действительно это отвечает такому понятию, как яичниковый резерв, потому что помимо этого показателя для учета яичникового резерва нужно знать ФСГ, нужно делать подсчет антральных фолликул, иногда определяют еще дополнительные НГБНБ. То есть целый комплекс показателей, которые определяют яичниковый резерв. Но когда молоденькая 25-летняя женщина идет и сдает этот анализ и говорит, ой, у вас такой низкий, вы никогда не забеременеете женщину, и чутко не седые волосы после этого. Вы знаете, это варварство, это акушерская или, так скажем, гинекологическая агрессия. Она ничем не обоснована, потому что все протоколы, все рекомендации, гайдландс, как мы говорим, не рекомендуют определять этот показатель без строгих показаний. Это раз. Во-вторых, вообще не рекомендуют оценивать яичниковый резерв у женщин, планирующих беременность и не пробовавших беременность. Поэтому мы всегда говорим, сначала пробуйте беременеть, а потом будете бегать по врачам и сдавать вот эти специфические анализы. Потому что не спешите бегать, сдавать какие-то дорогостоящие анализы. И хуже всего, я просто терпеть не могу коллег, я даже не хочу их называть коллег, которые запугивают, которые тоже навязывают, говорят фигню. Вы никогда не забеременеете, у вас загиб матки, у вас еще какая-то ерунда, гипоплазия матки, у вас низкий МГ. Давайте, пока вы не пробовали беременеть, не навязывайте на себя вот эти ярлыки. Продолжение следует...